Дальше в лес, больше грязь. В бару под Парнаулом растет свалка. Малахитовая аллея. Во что превратилась показательная придомовая территория? И кто ответит? В городе с зеленью все хорошо. За ней ухаживают, поливают, стригут. В пригородных поселках происходит много того, что скрыто от глаз. Мы съездили, сняли и покажем вам, как бор превращают в свалку и вырубают. Здесь всегда происходит свалка. То есть приезжают, выкидывают все. А тут решили сделать так, что эту свалку засыпали землей. То есть это сейчас начнет гнить. Земля точно так же будет заболевать. Насчет земли не знаем, но ситуация нездоровая. Люди несут в лес предметы быта и мусорные пакеты. Как оказалось, это модель поведения не только жителей, но и неизвестных предпринимателей. Нам рассказывали, что здесь целыми камазами привозят. Это продолжается? Продолжается, да. То есть реакции администрации нет никакой. Дальше удаляемся в лес, больше проблем находим. Например, такое решение проблемы. Вместо того, чтобы выносить из леса мусор, энтузиасты начинают выносить лес. Место, откуда я начинаю свой путь, это примерно середина огромной, только что спиленной сосны. Вон ее верхушка лежит. Вся эта дорога, по которой я иду, до точки, на которой стоит оператор, это все продолжается сосна, опилки. Это значит, ее пилили и оставляли так называемую деловую часть. Это дерево, по словам местных жителей, из числа самых крупных в лесу. Причем дерево было здоровым. Все это подтвердили в Министерстве природных ресурсов и сказали, что вырубка была незаконной. По данному поводу материалы подготовлены, составлен расчет ущерба по данному дереву. И сегодня уже передали это заявление в полицию для установления виновных лиц. То есть в случае чего, возможно, у сотрудников получится найти. Вернемся к мусору. Местные жители встречаются с полным безразличием. Гости леса не стесняются избавляться от нажитого даже тогда, когда к ним прикованы взгляды окружающих. Это происходит регулярно. И то есть люди, даже понимая, что их видят в данный момент, они не боятся, несут? Да, не боятся, несут кидают. То есть если бы люди знали, что у нас в мире всего два таких леса, если бы был хозяин, если бы это оповещалось. Когда в прошлый раз мы здесь были, эта полянка была такой обычной, милой, с папоротником, крапивкой. И мусора здесь не было. Для обычных жителей она считалась грибной. Но теперь здесь нужны другие собиратели. Посетителей в лесу много. Например, любители спиртосодержащих напитков оставляют свои следы. Многие люди же не знают законов. То есть это у нас статья Российской Конституции, 42-я, что у нас охраняемый лес, который должен оберегаться. Важно, пахнет здесь совсем не лесом. Несмотря на то, что я в маске и я покрыл себя довольно едким спреем от комаров, я чувствую явный трупный запах. Про это говорят все местные жители. И, возможно, в этих мешках, кроме простого мусора, сюда привозят и трупы животных. Бывают накопления. Тем более, это центр там. То есть эта мусорка еще больше и больше будет. То есть я так понимаю, бывает, что он переполняется и мусор вываливается за него? Да. И такое бывает. Стоит проехать по Ягодному, чтобы понять, почему так много мусора несут в лес. Вот так выглядит мусорный контейнер в центре поселка. Свалка переполнена часто так? Все время. Это еще цветочки. Сейчас трава выросла. Тут вообще мрак, что творится. И собаки. Детская площадка. Здесь собаки роются, разрываются. Сюда несет, сюда вонища и крысы. Детская площадка и правда от контейнера недалеко. И собаки тоже здесь. По нашему обращению региональный оператор уже провел осмотр контейнеров в Ягодном. Возможно, график вывоза будет пересмотрен. Что же касается мусора в лесу, то мы выяснили, что эта земля арендована компанией «Зао Алтайкровля». Лесничество уже предъявило организации требование в течение месяца убрать свалку. Подождем. Вот так выглядят парковки в той части города, где они рассчитаны и предусмотрены. Так, к сожалению, не везде. И сейчас покажем вам сюжет о доме, в котором парковки не были предусмотрены. И придомовая территория, которая считалась одной из лучших в городе, пропадает. Это то, что не по кадастру, а на языке народном называется «Малахитовая аллея». В прошлом победительница в городской номинации «Лучшая придомовая территория». Сегодня этот изящный топоним индустриального района произносят разве только с иронией. Здесь были малые архитектурные формы. Она называлась «Малахитовая аллея». Здесь была такая красивая очень ящерица, вот где-то там в конце аллеи сделана. Но потом как-то за ней перестали следить. И была организована здесь парковка нескольких автомобилей в данной аллее. И, собственно говоря, пропал газон. Инна Тушина единственная, кто пытается открыто отстоять аллею. При этом она в доме на улице «50 лет СССР» даже не живет. Здесь живет ее дедушка, вот он. Остальные жители отстранились от проблемы. Конечно, кроме тех, которые, по словам Инны, лично участвуют в разрушении аллеи. Здесь имеются ограничительные столбы. Часть из них была просто спилена. Спилил их водитель такси, которому на месте, где раньше находился газон, удобнее парковать машину. По крайней мере, как он говорит, зимой. Он, кстати, неожиданно для нас оказался рядом и поспешил отстоять свою точку зрения. Какие-то движения непонятные идут, останавливаются какие-то столбики. Все против, один человек за. Вот весь вопрос. А ваша проблема в том, что парковочных мест не хватает? Ну, вы видите. Это вы сейчас пришли летом, тут всего хватает. Никто никуда ничего не ставит. Правда, кто-то все-таки ставит. В городской мэрии нам сказали, что за прошлый год выписали шесть штрафов за парковку на самой аллее. Здесь, понимаете, здесь дело не только в парковке как таковой. Здесь дело в отсутствии благоустройства, контроля за благоустройством. Потому что сколько угодно можно благоустраивать, но если ты не контролируешь то, что ты делаешь, собственно говоря, это придет в упадок. В упадок приходят не только плешивые поляны сорняков, гордо называемые газоном, и не только брошенные лавочки до качели. В упадок приходят и деревья. В смысле падают. Здесь осуществлялась вырубка деревьев неустановленными лицами, как сказано в постановлении об отказе возбуждения уголовного дела. Мы имели в виду именно... То есть вот это уже вырубленная часть? Да, и это вызывает беспокойство, потому что если это будет продолжаться, то мы можем лишиться вот такой аллеи. Срубить дерево полностью помешали тогда только жители дома. Они надеялись, что в дальнейшем полиция продолжит мешать вырубке. Но у полиции неизвестные дровосеки вопросов не вызвали. Здесь нет состава преступления, потому что жильцы дома имеют право вырубать вот эти вот деревья согласно принятому решению. Которые находятся, по мнению полиции, на территории дома? Которые находятся, по мнению полиции, на территории дома. А вот и главная проблема. Кому принадлежит аллея и кто должен за нее отвечать? Пока Инна выясняла ответ на этот вопрос, заметила. По старому плану благоустройства аллея – собственность города. По данным управляющей компании, относятся к придомовой территории. Вопрос разрешила пресс-служба администрации Барнаула. Часть аллеи со стороны дома по улице 50 лет СССР 27А является его придомовой территорией, обслуживание которой осуществляется управляющей компанией «Эталон». В 2019 году управляющей организацией в качестве временных мер были установлены металлические ограждения вокруг зеленых насаждений и территории детской площадки с малыми архитектурными формами, которые недобросовестные автовладельцы используют как место для парковки. Однако жителями ограждения были намеренно повреждены, парковка продолжена. В этом же ответе администрации сказано – благоустройство аллеи проведут уже в этом году в рамках реализации муниципальной программы. В том числе установят бордюры, которые помешают парковать авто на газоне. Если рядом с вашим домом рубят деревья или, как здесь, деревья разрушают ваш дом с любыми коммунальными проблемами, обращайтесь к нам в программу «Коммунальный патруль». Мы попытаемся вам помочь. До встречи в следующий вторник. Субтитры создавал DimaTorzok